Поселок Новые Алды Поселок Новые Алды расположен на южной окраине Грозного. Он входит в черту города, административно относясь к заводскому району. В начале декабря 1999 года российские войска начали обстрелы и бомбардировки жилых кварталов. Вся прилегающая к поселку Новые Алды территория подверглась интенсивным артиллерийским и бомбовым ударам. Жители поселка уже физически не могли покинуть его. Они ничего не знали об ультиматуме жителям Грозного с требованием покинуть город, выдвинутым военными. Люди все это время прятались в подвалах и погребах. Водопровод не действовал. За питьевой водой нужно было идти под обстрелом либо далеко, к роднику у дамбы Чернореченского водохранилища, либо ближе к скважине, находящейся за зданием школы и дающей техническую воду. За этот период на поселковом кладбище появилось 75 могил мирных жителей. Люди гибли под бомбежками и обстрелами. Все это время позиции чеченских вооруженных формирований на территории поселка не располагались. 5 февраля 2000 года – это трагическая дата для чеченского народа. В этот день было совершено чудовищное преступление, так называемое зачистка поселка Новые Алды. Преступление совершал ОМОН, Министерство внутренних дел из Санкт-Петербурга и Рязани. Сегодня, поскольку мы договорились сделать такой цикл из разных периодов и обострять какие-то темы, фокусироваться на разных темах отдельно, вот сегодня мы хотим поговорить о страшнейшей чудовищной трагедии, которая произошла 5 февраля 2000 года – это Новые Алды. Пожалуйста, Анзор, я даже не знаю, с чего начать, потому что здесь просто слов нет, ну как-то хронологически, просто чтобы люди знали, что произошло. Потому что наша еще связь вот с этим, такая метафизическая, то, что в этом зверстве участвовал ОМОН ГОВД Санкт-Петербурга. Мы тогда жили в это время в Санкт-Петербурге в это время, поэтому мы не несем еще большую за это ответственность. Пожалуйста, начните этот страшный, чудовищный рассказ. Спасибо, Инна. Ну да, действительно, даже мне самому, который видел такие вещи страшные, ужасные вещи, мне самому тяжело даже говорить и вспоминать вот эти события. Я представляю тех людей, жителей села Алды, например, как они все это перетерпели на себе. И буквально недавно я даже с ними общался, вспоминая вот эти события. И мне самому даже задавать вопросы этим людям как-то неудобно. Но все-таки чтобы... Ну очень ужасно, я вот что хочу сказать. Эти события. Помните, во время Союза, Советского Союза, нам показывали фильмы, когда вот фашисты заходят там в наше селение и расстреливают всех там со шмайсерами, такие заходят. То же самое, точь-точь, без разницы. Может, даже боли в ужасной форме, я скажу. Людей сжигали над людьми, издевались, резали, убивали, расстреливали. Ужасные сцены там были. Даже там золотые украшения, зубы. Я говорю, мне даже с тому, это вспоминать и говорить сложно вот эти, про эти события. Вот. Вот что там происходило. Именно вот такая, в такой форме зачистка зашли. Нагло. Вот питерский ОМОН действительно был. зашли в одну часть тела, заходили в каждые дома, выводили, расстреливали, подрывали их. Страшная картина была. Потом, когда люди уже поняли, что идет убийство, то, как я знаю, одна женщина выступила с таким предложением, чтобы люди выходили и были вместе. Может, тогда они как бы остановятся. Да, действительно, это произошло. Вот. Это как бы сохранило их в дальнейшем, чтобы они продолжали эту кровавую акцию. Потом, я не хочу так подетально все это сейчас говорить. мы все знаем, Майами, об этом уже большие доклады есть. Это все зафиксировано. Вот. Ну, что происходило потом? Как я понимаю, как я это могу так размышлять, анализировать, это была такая установка от Генштаба, чтобы запугивать, запугивать население. потому что именно вот такие акции проводились и в других селах. Вот. Выводили людей, отвозили людей в это за окраину села, подрывали их и трупы специально оставляли, чтобы люди это видели. Или там селение Мистерюрт, там тоже людей закапывали живем. На Жайорке тоже самое, людей живем закапывали. То есть, именно, чтобы запугать чеченское население граждан, чеченская республика Ичкерия. Я считаю, что если бы в то время, конечно, если бы был бы такой интерес у властей России, у Генштаба, например, и так далее, чтобы наказать этих преступников, я думаю, им было бы легко их найти и наказать. И если бы вот показать и наказали бы там осудили бы, то, может быть, после этого каких-то событий, таких кровавых акций не произошло бы. Но все это разрешалось и не наказывалось, поэтому офицеры, солдаты, ОМОНовцы, они вели себя вот так спокойно. Были вот убийства, такие жестокие убийства, как я говорю, было мародерство, вещи увозили там машинами, например. Все это было, и если так сказать, что можно сказать, что новые Олды, такие трагедии были многочисленные, и чуть ли не каждую неделю происходили там и там, и в других местах разных селах, как я говорил, людей расстреливали, над людьми издевались, и в основном издевались над мирным населением, над мирным населением. Нет, что было, ладно, раз уж война, то идите против врага, воюйте, но они оторвались на население республики. Вроде бы, как подписали мирный договор в 97-м году, и была какая-то надежда, и ваш отец много сделал для того, чтобы начинать уже налаживать мирную жизнь, и у вас были все шансы, чтобы Ичкерия была процветающей демократической страной, но потом, как просто по нотам, да, это злодейское образование под названием Кремль придумало страшную провокацию, начались взрывы домов, пришел этот, значит, недомерок Моль, который просто, я не знаю, проклят будет в веках за то, что он натворил со всеми вами в первую очередь, и вот это изуверство, это какое-то чудовищное надругательство над творением Всевышнего, над человеком, это все стало происходить, и вот эта трагедия в Новых Алдах, это же было сразу после такой шок, вроде как люди успокоились, да, и стали надеяться, что можно дышать, и это еще страшнее коварство, что люди только вдохнули, вздохнули, что вот, слава богу, сейчас начнется новая жизнь, и тут такое коварство и такая трагедия, вот многие мне пишут, что вторая война была еще страшнее, чем первая, это правда, что вторая волна была еще более чудовищная? да, вот эти варвары, я так скажу, сорвали себя маски во время второй войны, как мы ее называем, и действительно были такие ужасающие события, вот эти акции, даже обстрелы массовые, хотя и во время первой войны тоже самое было, но вторая была, путинская война, была очень жестокая по отношению к мирным жителям, я понимаю, если это война, если там фронт, здесь фронт, ну, враги воюют, да, вот, если так, но тут целенаправленно убивали мирное население, целенаправленно, и даже призывали, вы, скорее всего, да, помните, даже призывы генералов, что чеченцев надо убивать, начиная с 10 до 60 лет, истреблять надо, вот такой формы, на чеченцев надо ядерную бомбу, на чеченцев надо выселить, вот такие высказывания были, и никто не был наказан за эти высказки, а если мы сегодня, если мы будем находиться на территории России, и скажем что-либо, нас сразу поймают, арестуют, наручники и посадят посудину, вот, вторая путинская война, даже мы среди чеченцев говорим, ладно, во время первой войны в основном воевали военные, военные армии, а во второй это уже были спецслужбы, война спецслужб, то есть они заранее подготовились, заранее подготовили эти ярлыки, террорист, бандит, вот они виновны во взрывах домов в России, они убили наших граждан, такие призывы были, надо им стить, война, 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 все это было подготовлено, подготовлено для почвы для второй войны, поэтому я так думаю, да, действительно, например, русский человек, россиянин, смотря все это, видя все это, может подумать, да, действительно, надо их наказать, потому что они взорвали наши дома, наверное, промолчали в то время, потом уже, да, мне очень приятно, что люди просыпаются, видят вот это все, что нет, уже люди начинают понимать, люди начинают вставать, уже митинги и так далее, и так далее, это в наших интересах, не только в интересах чеченцев, но и в интересах российских народов, там много людей проживает, и поэтому, если они вот призовут, как бы, добьются или постараются добиться того, чтобы эти люди были наказаны за эти преступления, на чеченскую землю, на российскую землю, вот эти взрывы домов, там много событий произошло, убийства там, вот здесь массовое убийство и так далее, то есть много преступлений при путинской власти было. еще раз я бы хотела напомнить нашим зрителям, почему мы занимаемся так подробно этой темой, казалось бы, да, мы два человека из Петербурга, которые уехали, сейчас живем в Праге, и почему сейчас мы занимаемся почти каждый день этой трагической темой, для нас очень болезненной, очень страшной, очень чудовищной, я объясню, потому что действительно стали задать вопросы, а почему вдруг, вот почему вдруг вы столько лет этим не занимались, да, и вдруг вот эти последние месяцы вы так скрупулезно каждый день просто посвятили свою жизнь теме русско-чеченской войны, я отвечу, потому что действительно мы, как и многие русские, просто безответственно жили своей жизнью, это я считаю просто страшнейшей несправедливостью и с нашей стороны тоже, но что мало того, что события были страшные, нечеловеческие, я даже не могу вот сопоставить это ни с чем, отношение к чеченскому народу, и еще большой грех, что об этом перестали говорить, а на самом деле надо было просто каждый день все эти годы общественно, давить на общественное мнение и просто весь мир должен был вот вцепиться в эту историю и защищать вас. Мы этого не сделали, это наша страшная вина и я тоже не сразу это поняла, поэтому сейчас вот, ну, хотите называть это кусай локти, да, кусай локти. На самом деле мне написал Аслан Арцуев, то есть мы даже не были знакомы, просто встречались на одной из конференций в Берлине и тогда я так вот покасательно его и многоуважаемого господина Хусейна Исханова видела, как они себя достойно вели, и я просто его запомнила хорошо. А потом, когда я публиковала фильм о грузинской войне, поскольку это была моя болезненная тема, да, он написал, «Ина, а чем тогда вот ты занимаешься, скажи, пожалуйста, если ты ведешь отчет неправедности вот этого режима и пропаганды, ты ведешь отчет с войны восьмого года, как ты можешь это делать, когда еще есть война в Чечне, вообще-то, вот об этом никто не говорит». И я могла пройти мимо этого вопроса на самом деле, как мы все проходим мимо комментариев, ну мало ли, ну да, там написали мне комментарии. И я отреагировала, мне стало очень больно. Я написала Аслану, говорю, «Давайте мы с вами как-то поговорим, перепишемся и поймем друг друга». И мы после этого уже записали интервью и с Ландсбергесом, и с ним, и с Петрой Прохасковой, и до меня стала доходить вся чудовищность, весь ужас, и весь объем этого страха. Поэтому, когда я упрекаю русских людей, что они об этом не говорят и не знают, я понимаю, что они действительно этого не знают. И что, может быть, ну это, конечно, и пропаганда поработала, и поработала их национальные черты, что они не хотят ничего знать. Но я считаю, что это просто теперь мой долг говорить об этом все время и объяснять, до кого-то дойдет, до кого-то дойдет. Поэтому я просто очень прошу моих вот чеченских друзей, вас набраться терпения, ну не то, чтобы просить невозможно это все, но как бы дать нам тоже возможность объяснять это все, объяснять, подробно, раскладывать, показывать весь ужас, чтобы они переживали это вместе со всеми нами заново. только что было 90-летие Бориса Ельцина, и в моей ленте никто не сказал хорошего слова, доброго в адрес, на самом деле. Это для меня хороший знак, потому что еще какое-то количество лет назад лента кипела какими-то словословиями, «Ой, наш демократ, наш первый демократ» и так далее. В этом году, либо я так уже пересмотрела своих друзей, но там только что не проклятие, только что не проклятие. Никаких вот этих «наш демократ», то есть люди начинают прозревать, что отчет надо вести вообще-то оттуда, что то, что приход Моли, приход Путина, когда он сказал, что этот старый уже ничего не смог, вот даже мирный договор уже с Чечнью, а сейчас мы им всем покажем. Вот так надо себя вести. Даже его могилу сложно себе представить, что ее будут пинать, на нее будут плевать. Это просто, я не знаю, страшнейший человек в истории, который такое натворил. Я представляю себе, как вы были оглушены вот этим горем, этими воспоминаниями страшными, что вам даже и говорить об этом, и думать об этом не хотелось. Я прекрасно это понимаю. И сейчас мне тоже многие пишут, люди начинают какие-то слова произносить. И мне пишут, а вот это было, и вот такая история была, и вот такая. Это настолько важно сейчас не останавливаться и продолжать об этом говорить, продолжать об этом говорить, потому что обязательно это как снежный ком пойдет. Я просто убеждена, я просто уверена. Вы никогда не опускаетесь ниже вот этой планки, в какие-то, не пускайтесь в какие-то, знаете, вот как миссер обитать перед свиньями. Вы вот этого никогда не делаете, и это такое свойство абсолютно святого народа, который подвергся чудовищным пыткам. Поэтому еще зная и вот это, вашу черту, понимаете, вашего народа, от этого еще становится еще больнее. Я поэтому пытаюсь объяснять это людям. Посмотрите, вообще, вы хоть сравните, как ведут себя люди, как ведут себя россияне в тех же соцсетях, как они позволяют себе оскорбления, какие-то вот недостойные поведения, да, и как ведут себя представители Эчкерии. Всегда достойно, всегда ни одного там слова плохого. Это такая разница, я уверена, что люди это увидят. И на примере вашего отца или на примере первого президента Джохара Дудаева есть же вот эта известная история, что он отказался, запретил просто, чтобы открывали ему дверь как президенту, да, или как наш, например, Звиад Гамсахурди, у которого там говорили, что вы знаете, вот у президента Армении самая низкая зарплата. Он говорит, а у Гамсахурди вообще ее нет, человек не берет зарплата. То есть, знаете, это такая мотивация, которая почему-то вот ее скрывают. И об этом же надо говорить, надо показывать примеры, кто у вас там в России сейчас, кому вы там поклоняетесь, кому вы служите. Давайте вспомним вашего отца, потому что это такой достойный человек, президент, с которого вообще, конечно, надо брать пример вообще вот как себя надо вести представителю власти, да, скромные, достойные, ну, расскажите, пожалуйста, ваши воспоминания, какие-то впечатления о вашем отце, как он в мирной жизни себя вел, и потом, как ему пришлось столкнуться вот с этим коварством, что он, на него вот эта машина страшная, страшная машина спецслужб, когда идет, и он понимает, что это и коварство, и изуверство, и что впереди, он все же прекрасно понимал, что его ждет вообще во всей этой истории. Как мы знаем, он был военным человеком, учился в Ленинграде в то время, в академии, закончил академию, и его учили быть жестким человеком, то есть военным, да, но он не был таким, да, он мог проявить так жесткость, не надо, но был очень человечным, даже его инициативу во время Первой войны, вот выдача военнопленных, даже вот после всего, чего сделала российская армия, разрушенный город, наши мирные жители, которые были убиты, вот, даже после этого мы были спокойны, и было терпение, мы их отдавали, мы понимали, что их загнали в город, вот, и было жалко таких пленных, например, и когда уже надвигалась вот вторая война, начиналась эта война, то в республике, у нас в республике была такая страшная, на самом деле, обстановка накаленная, были такие люди, которые призывали к сопротивлению внутри, то есть в гражданской войне, то есть он хотел избежать этих шагов, чтобы пойти на гражданскую войну, чтобы взять этот грех на себя, начав гражданскую гражданскую войну, он не хотел этого делать, хотя были люди, которые наталкивали на это, не только в нашей республике, но и в России тоже, он не пошел на это, и люди это видели, и люди ценят вот эти качества его, что он смог даже в такой ситуации проявить терпение, да, мы сейчас тяжело говорить про отца, будучи с сыном был человеком в первую очередь, и он сделал все, что у него было в руках, он призывал своих, он призывал и Россию по недопущению новой войны, что эта война может вообще крахом обернуться, он даже призывал лидеров наших соседей республик Дагестана, Ингушетии, Осетии, и сказал им, если мы вместе сплотимся, то можем не допустить этой войны, а если же нет, то эта война начнется у нас в республике и по-любому она будет перекинута на ваши территории тоже. Что и произошло там, события в Дагестане, в Ингушетии, и так далее, в Сосетии, это произошло, к великому сожалению. И даже будучи на войне, он до конца, как мы знаем, много раз призывал вот этого варвара к миру. Даже в 2005 году в январе, в феврале, в марте он объявил перемирие, объявил мир и предъявил мир России. И призвал Россию к мирным переговорам решить эту проблему. Я считаю, что если бы у них ума хватило бы в Кремле, то они бы сами не допустили бы этой войны, не готовили бы ее, а наоборот договорились бы с нашей властью, с властичкой и поставить конкретную жирную точку. Вот все, больше никогда претензий на территории или республики к этому народу больше не будет. Вот. И им не пришлось бы сегодня помягче давать огромные деньги какому-то маленькому диктатору кормить, мы бы даже отказались бы от этой кормюшки со стороны России. Мы выжили бы, мы смогли бы выжить. Мы умели всегда выживать в трудных ситуациях и помощи не просили бы у России. И, как я говорил, это было бы на руку самой России. Но мы пришли к тому, что у нас есть сегодня. когда вашего отца избрали президентом в 96-м году, это ведь в начале 97-го, правильно? В 96-м было какое-то коалиционное правительство, я правильно понимаю? И там было несколько лидеров. Но получается, что народ избрал все-таки вашего отца. Сегодня идут такие разговоры, что, мол, не надо было проводить выборы. Среди чеченцев. Я не согласен с этим. Потому что, убив Джохара Дудаева, вместо него стал вице-президент. Затем вице-президент остается до тех пор, пока не будет решена проблема на территории республики, пока не будет достигнут мира. Закончилась война в 96-м году и потом уже мы внутри себя, то есть договорились наши командиры, министры и так далее, что будут проведены выборы. И они должны были пройти и определили дату после выхода из республики российских войск, вывода российских войск. то есть этот вывод российских войск состоялся 31 декабря 96-го года. И уже на следующий год, как вы сказали, мы провели выборы, потом была инаугурация, потом были поздравления со стороны России от президента Ельцина, от чиновников, губернаторов и так далее. Все эти поздравления есть. Они, как я знаю, поздравляют президента Чеченской республики Ечтылья. То есть и признают как бы фактом, что существует такая республика. Да, действительно, прошли выборы. Потом российским спецслужбам как-то удалось сыграть противопоставить бывших кандидатов в этих выборах друг против друга. И у нас пошло, поехало вот это противостояние, внутреннее противостояние. И опять же спецслужбы тоже провели огромную работу, чтобы мы этим противостоянием пошли на гражданскую войну, как я сказал. но мы друг друга не стреляли. Какие шаги делал президент Аслан Масхадов? Вот там же началась уже такая и политика международная, такие встречи уже на высоком уровне и в Соединенных Штатах, и в Соединенном Королевстве. Какие были еще встречи, какие были надежды в это мирное время? Первые встречи был хадж в Саудовскую Аравию. Там я всегда был на этих встречах, во время этих поездок рядом с отцом. То есть мы поехали сначала в Саудовскую Аравию на хадж. Там были встречи с арабскими шейхами, обсуждались вопросы касающиеся ислама, религии. То есть у нас война остановилась, что нам надо, как нам надо. Были советы у великих шейхов про шариат и так далее. Потом мы поехали в Грузию, встречались в Шиванадзе. Затем была поездка в Татарстан с Вентимиром Шайнином встречались. Англия, Америка, Малайзия, Арабские Эмираты и Турция. Цель этих поездок, конечно, заявили себе, что мы чеченцы, мы такие, мы хотим мира, у нас были такие события. Мы также искали в себе сторонников помощи с этих стран, в разных направлениях, скажем так. Были договора, но опять же я вернусь к тому, что российские спецслужбы внедрили такую противную вещь, скажем так, скражили убийство сотрудников Красного Креста или других организаций, и испугали этих инвесторов. Была такая проблема тоже. Но мы искали выход из этих ситуаций, мы старались, мы смогли бы, если бы нас оставили в покое, если бы не было этих провокаций. конечно, изуверство совершенно невероятное, когда человеку, который только что пережил такую страшную войну, и только начинает надеяться на лучшее, раз, и такой мочить сортире, и пошли убивать, 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 убивать безжалостно, нещадно мирное население. это, конечно, я так хочу дожить до этого времени, когда придет расплата, и какая-то справедливость будет начинать торжествовать. Вот я говорю сейчас со многими людьми, я вот недавно с литовским журналистом говорила, он абсолютно поддерживает мою позицию, что надо просто вот вовлекать все больше людей, и вовлекать, что за нас это никто не сделает, вовлекать какие-то инстанции, дергать их. Понятно, что спецслужбы российские заинтересованы в том, чтобы вообще полное было молчание, и все согласились с тем, что ну вот там в составе России Чечня, смотрите, как хорошо, какие хорошие дороги, какие прекрасные гостиницы, да что вам еще надо, все мирно, тихо, а если кто-то где-то вылезет, Рамзан сделает, значит, там кулаком погрозит, и все сразу притихнут. Смотрите, вас же это устраивает, спрашивает спецслужбы западное сообщество, и западное сообщество вроде как так кивает, ну да, вроде бы, слава богу, да, там нету ничего такого страшного. Вот как вы думаете, какие шансы, если мы будем вот так просто друг друга в разных странах, люди, вот обращаться друг к другу с этим вопросом бесконечно, да, вот не оставлять эту тему, что мы можем сделать? То есть мы можем упирать на то, что есть все-таки договор, который говорит о том, что республика Эчкерия это независимое государство, это же никто не отменял, вот это же действующий документ, насколько я понимаю, как быть с этим вот таким раздвоением, не знаю, шизофрении, с этими двойными стандартами, что вроде есть независимое государство, а есть вот какой-то, не знаю, марионеточный протекторат, который говорит, ну смотрите, вот так же лучше, и все должны с этим смириться, то есть как вы должны настаивать на том, что правда на нашей стороне, мы настаиваем, что это независимая республика Эчкерия, как тут быть, как вы думаете, вот мне, не вам, а мне, как быть? Вы сказали такое слово возмущение, именно возмущение, наше общее возмущение, вот, скажем, если оно будет сегодня, если оно будет со стороны россиян, то это, можно сказать, бесценно в этом, если мы, вот, смотрите, для меня никаких проблем нет, встретиться с любым русским человеком и поговорить на эту тему, я готов быть рядом с этим русским человеком, чтобы добиваться правды, чтобы призывать к тому, чтобы преступники понесли наказание, добиться правды, например, и я считаю, вот, я к чему, что нам лучше встречаться, будь это митинг, будь это конференция и так далее, призывать других людей, чем больше людей, тем лучше для нас, для всех нас, а вот лидеры стран и другие там люди, я не думаю, что какая-то польза от них будет, но если будет возмущение от народа, вот это уже сила, народ это сила на самом деле. Как вы думаете, в связи с вот этой чудовищной историей, когда это просто уму непостижимо, что единственным героем оказался опять чеченец и такой мальчик, которым все восхищаются, настоящий герой с таким горячим сердцем, как вы думаете, что вообще, что будет с этой историей, может ли мировое сообщество как-то повлиять, что вообще ему грозит этому замечательному юноше? В путинской России всякое может, многое может грозить этому молодому человеку, действительно, очень жалко этого пацана, вот, я не призываю к каким-то или другим-то действиям, но я считаю, что те люди, которые вокруг тогда находились, должны были отстоять этого молодого пацана, вот, должны были, не отдавать в руки этого человека, действительно, ну, видно, как вы сказали, теперь-то у него он видит какой-то, так говорят, в космонавте там угнетателя народа, вот, и он пошел против угнетателя, скажем так, если бы надо было им отстоять этого мальчика, действительно. Я желаю, чтобы адвокат взялся, да, известно сейчас за это дело, может быть, что-то получится, лишь бы этот мальчик был на свободе, потому что, ну, нельзя ему с таким сердцем, вот, с такой, да, такой просто надежды молодое поколение вот так на глазах, опять-таки, всего мира взять и стать жертвой и пойти на заклание. Ну, я вообще не понимаю, как можно это допустить, поэтому я тоже пользуюсь случаем и призываю всех, как-то, не знаю, добиваться, стучаться во все двери, не оставлять этой темы, его нельзя оставлять сейчас один на один вот с этой чудовищной машиной. Да, вы заметили, как начали выскакивать такие личности с заявлениями, что, ну, я про тех, которые называют себя властью в Чеченской Республике, мол, мы сейчас взяли его родственников, то есть они сразу к ним пошли, узнали, кто этот парень, его адрес, пошли к этим родственникам и начали уже пугать этим родственникам, мол, иди к нам в руки, мы тебе поможем с проблемой с властью. лишь бы он вырвался оттуда и по, господи, только вот думать об этом и что-то делать и призывать сообщество не быть равнодушными. Какие-то вот на твоих глазах в режиме реального времени происходят чудовищные вещи, да, и опять как будто вот, я не знаю, какие вам еще нужны, хочется сказать людям, да, какие вам знаки еще нужны, какие вам еще символы нужны, чтобы вы задумались вообще, что происходит. Единственным героем на всех этих митингах во всей России оказался Чеченец. Ну просто, ну правда, задумайтесь вообще, люди, задумайтесь, это же в наших интересах всех общих как-то уже прийти в себя от этого обморока бесконечного. Для нас, чеченцев, конечно, в первую очередь мы хотели бы видеть в России стабильного, безопасного соседа от которого нельзя там что-то плохого ожидать, например. То есть нам хотелось бы видеть в России такое. И мне лично как вот чисто мое мнение, мне без разницы кто там будет во главе в России, будь это Навальный или другой человек, но мне хотелось бы, чтобы там во главе в России был человек, который будет готов наказывать преступников и который вернется к тем преступлениям, о которых мы и говорили, чтобы наказать и виновников этих преступлений, всех преступлений, чтобы был такой лидер, с кем можно было бы договориться в плане безопасности вот наших отношений чеченцев и России. То есть мы хотим поставить действительно нам это надоело, наш народ страдает всегда, чтобы была поставлена точка, чтобы наш народ все-таки наконец-то получил эти гарантии безопасности. Очень надеюсь на это. Субтитры создавал DimaTorzok